Здравствуйте, один вопрос, короткий вопрос, помогите, пожалуйста, смотрите, девушка, вы знаете этого человека, вот этого человека, буквально секундочку, девушки, пожалуйста, мы из милиции, кем бы он мог работать? Хи** его знает. Ну и денег побольше. А, бабки. Точно, ну как думаете, он вообще спортсмен? Конечно. А каким спортом занимается? Литерболом. Точно. Может этот, я не знаю, хостес в этом, в ресторане каком-нибудь. А как бы назывался ресторан, в котором он мог работать? Не знаю, империя какая-нибудь. Я вам верен, император. Как вы думаете, почему он так выглядит? Ну, чтобы развеселить публику. Все будут смеяться. Ну, так вообще, смешной человек, вот по фотке? Нет, не очень смешной. Вы знаете этого человека? Блин, может знакомое лицо, но, наверное, не вспомню. В группе, может, какой-то участвовал. Мне кажется, он прямиком из 70-х, 80-х. Блин, не знаю, да какой-нибудь Рейнбоу. Давайте ему что-нибудь пожелаем в преддверии Нового Года. Выступление побольше. Как вы думаете, кто он такой? Артист. Рэпер. Чувак, это рэпчик. Желаем успехов, удачи, с Новым Годом. Счастья и денег. Много. Раз он рэпер, сделаем Йоу. Йоу. Ну, вот по его виду, на кого похож? На губника. Как вы думаете, мог бы людей кидать на телефоны? Не знаю, может. Сидел? Да. Он? Нет. Говорю, он посадит. Пожелаем что-нибудь ему на Новый Год. Здоровья. Ну, и не присесть. Не присесть, да. Фарту, мастик, ауен. Кем бы он мог работать? Ну, не знаю, хулиганом каким-нибудь. Хулиганы. Он симпатичный. Он мне нравится. Он такой же, чтобы был красивый. Кем бы этот человек мог работать? В таких импозантных очках, я думаю, что он претендует на многое. Он работает на низких тонах, и так, чтобы... Так, это под тень, под туман. И если я ношу канди-бабер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Айтишник какой-нибудь. Ну, типа. Ну, вообще красивый мужчина? Ну, так себе, нормально. Ну, и ладно. Чтобы у него все было хорошо, и классные у него очки. Как вы думаете, сколько работ у этого художника? На скидку так, ну, в районе 20, наверное. Правильно, ну, 23 работы, была выставка буквально неделю назад. Скажите, человек с таким лицом может стать известным художником за рубежом, не только в России? Ну, по-хорошему, конечно, да. Только требуется, конечно, спонсор, который сможет профинансировать его минимально выставку. Вы хотели бы проспонсировать такого человека? Нет. Может быть, дадите 100 рублей нам хотя бы? Не могу физически. Понял. Большое спасибо, до свидания. Скажите, вы знаете этого человека? Издать не хочу. Буквально с первого взгляда мы сегодня женскую интуицию тестируем. Да не знаю, может быть, от продавца до банкира. Кто угодно. Может быть, кем угодно. Может быть, какой-нибудь актер. Сколько ему на скидку? Думаю, 47. Ну, молодец, пытается. Пытается, да. Потому что на фотках делает вот так вот птичку, да? Ну, да. Кепочку, костюмчик. Я первый раз вижу. Извините, у меня время рабочее. Вы прорубили уже окно? Уже закрыл уже. Углеводное? Чем занимается человек? Сидит на диване. Это потрясающе, точно. Явно он не Вася и не Жора. Как бы его назвали? Дима. Как вы догадались? Пожелаем что-нибудь ему в новом году? Конечно. Всего доброго, всего хорошего. Вам всего доброго, хорошего. Здравствуйте. Как думаете, чем этот человек может заниматься? Спасибо вам большое, спасибо. Как думаете, чем он занимается? Стилист. Стиль – это все. А почему у него в руках берданка? А, я думала, это что-то, музыкальный инструмент какой-то. А я думала, сова. На кого такая может охотиться? Я не думаю, что на киллер. На каким-нибудь современный зомби или что-то такое. Точно, это стилист, который охотится на современных зомби. Вы угадали. Вы победитель! Ну, удачи. Счастья. Может, фотографии делает. Может быть, в тире работает. Может быть. А может и нет. Актриса, возможно, в какой-то рекламе участвует. В рекламе чего? Ружий. И? Пистолетов. Ружий и пистолетов. Все правильно. Ну, побольше мишеней. И всегда попадать? В цель. Как вы думаете, чем она занимается? Ну, медийной деятельностью. Какой? Какой угодно медийной деятельностью. Ну, что тут непонятного? Она королева. Нравится такая королева? Да, почему его и нет? Хотели бы сделать ей предложение? Ну, да. Давайте сделаем предложение прямо в камеру. Дело в том, что я плохо говорю по-русски. Получается отлично. Главное люблю сказать и будь моя. Буду честно любить это человеку, конечно, навсегда. Он романтик. Как думаете, чем занимается он? Готовится к Новому году. Салатики сам режет или заранее накидывается? Не очень похож человек, который заранее накидывается. Я бы сказал певец, но не знаю. В каком жанре поет? Я бы сказал шансон или что-то вот туда. Ну, в Новом году всегда желают счастья, здоровья, новых своих синглов. Что-то в этом духе, да. Ну, и пару наколок с куполами. Золотые купола душу мою радуют. Не знаю, что-то театральное. На главных ролях там или вот принеси кофе режиссеру? Ну, я не думаю, что на главных ролях, но вообще, возможно, и на главных. Наверное, то стулья поставить, то главную роль в спектакле. Хороших, важных ролей. И? Творческих успехов. Как думаете, чем они занимаются? Пьянствуют! Точно! На какое вы мероприятие? Ну, пока в Кузнецову. Кузнецову привет! Вы знаете этого человека? Ну, какой-то певец. А что поет? Рок, наверное, какой-нибудь. Может, там, попсу какой-нибудь поет. Какая разница? Давайте ему исполним хорошую новогоднюю песню птичкой. Симпатичный русский, красивый мужчина. Ведет мероприятие. Ну, тамада. Тамада. Как думаете, сколько получает за мероприятие? 100 тысяч в месяц. То есть за одно мероприятие примерно десятку? 15. Деньги есть. Чем он занимается, как думаете? Где-то в правительстве. Ну, видно, что в бюджете. Осваивает 100%, да? Да, да, да. Вы что, с ума сошли, что ли? Мажор. Сколько в месяц зарабатывает этот мажор? Не знаю, сколько папа даст. Давайте ему что-нибудь пожелаем. Справляться отлично со своей работой. Чем занимается этот мужчина? Возможно, танцор. Что танцует? Что танцуют грузинские танцы. Как думаете, какой у него сценический псевдоним, когда он танцует? Самое глупое имя это Гога. А если бы он работал в какой-нибудь компании в городе Санкт-Петербург, как бы компания могла называться? Гога и? Ико. Правильно. Давайте что-нибудь Гоге пожелаем в новом году. У него есть мечты. Вот пусть эти мечты сбываются. Все, это звучит как грузинский тост. Давайте за это и выпьем. У вас есть ли вы вино? Нет. Понял, тогда мы пойдем дальше искать. И как сказали эти милые девушки, пусть сбываются ваши мечты. Поднимайте бокалы. С наступающим Новым Годом!